Вас приветствует сервер Урбанс Введите имя пользователя Введите пароль Доступ разрешен Сергей Гребильников О возрастных ограничениях соревнований детей Уважаемый Дмитрий Ильич, Вы, конечно, правы Но стимул для детей, не достигших соревновательного возраста, тоже нужен Как и смотрите на организацию соревнований, но с определенными ограничениями в контакт И очень бы хотел услышать Ваш свет по организации соревнований такого формата Если Вы вообще поддерживаете такое фэнтези С уважением и большим приветом и славным городом Иваново Сергей Гребильников, я давно знаю Я был в славном городе Иваново Много раз у нас там были даже соревнования среди детей Сереж, все дело в том, что Травмы, которые Получают дети В этом возрасте Ну, берем возраст, там, до 11 лет включительно, например Они, к сожалению, очень серьезные И некоторые травмы Их уже нельзя исправить Я сам это наблюдал И я начал заниматься В 8 лет Я прошел все стадии Подготовки, которые только можно было пройти В СССР Я начинал в самбо Очень тяжелые тренировки И когда мне было 12-13 лет Мы тренировались 2-3 раза в день Я знаю, что это такое Видел много сломанных ребят Много сердечных моментов По которым детям потом нельзя было заниматься Я считаю, что если Делать Турниры среди детей Более младшего возраста То я На это еще скажу так Я придумал веселые старты Которые работали много лет Пока их не запретили включать В основные соревнования И там я собирал огромное количество детей Ну, к примеру Веселые старты в Олимпийской деревне Которые проводились Там было больше 200 детей От 5 до 10 лет И все получали награды Естественно Все приезжали, выступали И готовились Что самое интересное Честно сказать Я, как профессиональный тренер Я против раннего выступления детей На соревнованиях Потому что есть один факт Которого нельзя отрицать Он факт Который работал И работает всегда Ребенок Который начинает выступать Все в 8 лет К 14 годам Он наедается выступлением Вот так Ну, представьте себе 5-6 соревнований в году Мальчик или девочка Выступает Ну, в 14 лет Пойдет 7 лет поединков Ребенок за 7 лет сгорает Потому что эмоции ребенка Они гораздо выше эмоций взрослого И, как правило Такие дети уходят И уходят куда? Уходят в подъезд Им надоедает Это схема Которая постоянно Его держит в напряге А тем более подготов Взрослые это не выдерживают Когда 5-6 соревнований в году Им нужно готовиться Постоянно к чему-то А уж про детей Говорить нечего Но пример Который берется Допустим С японских граждан Это совсем другое То есть они другие Я уже много раз говорил Об этом В Японии На первенстве мира Дети выступают с 5 лет Это совершенно Иная нация Совершенно другой подход К жизни К питанию В отношении друг к другу И у них С 5 до 9 лет Представьте себе Я сам это много раз видел Потому что много раз был В Японии С 5 до 9 лет Мальчики выступают На первенстве мира Вместе с девочками Они воюют между собой Представляете Какое отношение у мальчиков Главное 9 лет 9 лет Ребенок уже все соображает Тут выходит на девочку И бьет ее Но это другая нация И ее сравнивать с нами нельзя Мое убежденное мнение Как человек Который огромное количество Провел с детьми И в соревновательной практике С ними Я считаю Что в 11 лет Это крайня Когда можно выпускать ребенка На турнир До этого Должны быть интересные соревнования Которые опытный тренер Я думаю Сделает сам Спасибо Я хочу Чтобы вы все Подумали об этом Наступит момент Когда вы дойдете До изнеможения И вам захочется сдаться Вопрос вот в чем Сдадитесь ли Готово-бой Сдадитесь ли